Так, все, мы начинаем, да? Итак, добрый день. Как уже обещано было, лицензирование в области технической защиты кофициальной информации и все, что с ним связано. Лекция, ну, такая довольно интересная. Может быть, кто-то из вас захочет эту лицензию получить на техническую защиту кофициальной информации. Сейчас мы рассмотрим, собственно говоря, что она из себя представляет, так скажем, да? Сейчас мы пойдем, так скажем, дальше. Итак, у нас есть постановление правительства Российской Федерации номер 79 от 3 февраля 2012 года о лицензировании деятельности по технической защите кофициальной информации. До этого, естественно, были другие постановления, то есть мы про них, они мало менялись, и порядок, он опять-таки, мало менялся. И в основном порядок касался сроков и тех требований, которые предъявляются к лицензиатам. Итак, положение о лицензировании деятельности. Понятно, что положение определяет у нас порядок лицензирования, получения лицензий именно по технической защите кофициальной информации. Лицензию у нас выдает ПСТЭК России, непосредственно курирует всю деятельность по лицензированию данного вида проведения работы. И вот здесь вот есть любопытная штучка. Что у нас понимается под технической защитой кофициальной информации? Это вот единственное место, собственно говоря, в законодательстве, которое раскрывает, что, собственно говоря, мы вообще в принципе понимаем под, может быть, ну не то, что под кофициальной информацией, но хотя бы, что в него входит. Потому что, опять-таки, помните, мы когда рассматривали 149-й федеральный закон, я говорил, что в принципе у нас нету понятия конфиденциальной информации, а деятельность по ее защите, этой конфиденциальной информации у нас есть, да, то есть она у нас лицензируется. То есть есть небольшие несостыковочки такие, на которые мы в принципе уже не обращаем внимания, то есть уже все привыкли. Итак, под технической защитой кофициальной информации понимается, то есть смотрите, опять-таки, выполнение работ и или оказание услуг. Это к вопросу, можем ли мы самостоятельно, скажем, поставить тот же самый секретнет у себя на компьютерах. Выполнение работ. То есть, опять-таки, обращаю внимание, моя позиция, что установка тех же самых средств защиты информации, все-таки на это нужно определенную лицензию. По крайней мере, постановление правительства у нас говорит об этом. Итак, выполнение работы и оказание услуг по ее защите от несанкционированного доступа, от утечки по техническим каналам, а также от специальных воздействий в целях ее искажения, блокирования и так далее. То есть, ну, всякие, с помощью всяких разных вирусов там и вторжений, да, то есть извиняюсь, у нас там какие-то сети используются. Поэтому вот этот пунктик номер два, то есть к нашему разговору о необходимости получения лицензии. Лицензирование деятельности по технической защите к официальной информации осуществляет в стек, дальше лицензирующий орган. Лицензированию подлежат следующие виды работ. По видам работ, то есть тут надо внимательно, то есть опять-таки, посмотреть. Мы лицензию можем получить не на весь перечень, так скажем, работ, а именно выбрать себе что-либо одно, например, ну или там совокупность, да, то есть некоторых вещей. Итак, первое. Контроль защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам. То есть именно проверять, есть ли утечка по каналам, по минтам и так далее и тому подобные вещи, в том числе акустическая утечка, то есть все технические каналы. Контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, ее модификации в средствах и системах информации. Контроль защищенности именно от NSD, то есть контроль тех же самых настроек систем защиты от NSD и тому подобные вещи. Сертификационные испытания на соответствие требований. То есть вот это вот мы вообще вряд ли будем этим заниматься, проведение сертификационных испытаний средств защиты информации, потому что нам это не сильно интересно, мы покупаем уже сразу сертифицированные средства защиты. Аттестационные испытания, обращаю внимание, да, то есть это отдельный вид, то есть именно аттестация в дальнейшем наших всевозможных информационных систем. Проектирование в защищенном исполнении средств и систем информатизации, помещений со средствами информатизации и защищаемых помещений отдельно. То есть помещения предназначены для проведения совещаний и так далее. Установка, монтаж, испытания, ремонт, средств защиты. Установка, монтаж, испытания, ну и в том числе там настройки всякие разные, да, то есть там средств защиты информации. Всевозможные. То есть мы можем для себя, например, выбрать чисто установку средств защиты информации, получить на это все дело лицензию и заниматься чисто установкой средств защиты информации на объектах информатизации. Можем чисто на проектирование, но проектирование там уже совсем немножко другие требования. Самые высокие требования это аттестации, аттестационных испытаний, забегая вперед, ну и еще сертификационные испытания, да, то есть которые нам в принципе не интересны сильно. И вот тот вид работ, на который мы, собственно говоря, заявляемся, в той заявочке, которую мы должны направить в Афстек, мы прописываем. Мы хотим получить лицензию на ТЗКИ, но в определенных моментах, да, то есть и прямо расписывается на такой-то, такой-то, такую-то деятельность. И уже по каждому виду деятельности у нас есть свои требования, чему мы, собственно говоря, должны удовлетворять. Лицензионные требования, которые предъявляются к нам, собственно говоря, да. Первое. Наличие специалистов, находящихся в штате. Специалисты у нас должны быть либо имеющие высшее профессиональное образование по вопросам обеспечения безопасности, да, в области какой-либо технической защиты информации, то есть таких специалистов на сегодняшний день выпускается достаточное количество, да, то есть у нас в одном только Омске четыре вуза, которые занимаются подготовкой именно таких вот специалистов, да. У них в дипломах прямо написано практически защитник информации, да, грубо говоря. Либо специалисты, имеющие высшее техническое либо среднее профессиональное образование и прошедших переподготовку, либо повышение квалификации по вопросам защиты, технической защиты информации. То есть любые курсы, любую переподготовку именно по вопросам технической защиты информации. Наличие специалистов. Сколько специалистов у нас должно быть, если мы говорим про специалистов, то есть не один, достаточно, в принципе, двух человек. Дальше. Наличие помещений для осуществления лицензированного вида деятельности, соответствующего установленным законодательством, техническим нормам, требованиям и так далее и тому подобное, принадлежащих соискателю на праве собственности или ином другом законном основании. То есть тут мы должны, опять-таки, есть определенные сложности. То есть первое, организация чаще всего в собственности помещения не имеет, особенно если это фирма коммерческая, фирма, так скажем, молодая. То есть чаще всего это арендованные какие-то помещения. И тут мы, так скажем, сталкиваемся с той проблемой, что договор аренды, он заключается на год, на два, редко когда на пять лет даже заключается договор аренды. И в этом случае тот же самый орган по лицензированию, то есть тот же самый FSTEC, он может нам лицензию, срок действия этой лицензии ограничить вот этими самыми пятью годами. То есть тем сроком, насколько мы владеть будем данными помещениями. То есть это как бы такой вот минус, к которому надо быть готовым. То есть чаще всего, конечно, выдадут все равно лицензию на бессрочную, но тут они могут ограничивать. То есть то же самое, например, можно сказать и по другим, так скажем, по другим требованиям. Например, есть у нас аппаратура, которую мы арендуем на два года. То есть нам могут, в принципе, лицензию эту на два года и выдать. То есть потом мы будем ее срок действия продлять. Ну давайте, мы к этому еще придем. Наличие на праве собственности или ином другом законном основании контрольно-измерительного оборудования, то есть по поводу состава чуть-чуть ниже я скажу, да, то есть контрольно-измерительное, испытательное оборудование у нас должно быть опять-таки в собственности, либо можно где-то его арендовать. Наличие на праве собственности или ином уклонном основании средств контроля защищенности от НСД, то есть это всевозможные фиксы, интерьеры, ревизоры, вот этот вот наборчик программок для контроля. Наличие автоматизированных систем, предназначенных для обработки конфиденциальной информации. Именно аттестованная должна быть у нас автоматизированная система для обработки конфиденциальной информации. То есть, собственно говоря, где мы будем изготавливать наши, так скажем, конфиденциальные документы, да. Наличие предназначенных для осуществления лицензированного вида деятельности программ для ЭВМ. То есть тоже вопросик довольно-таки такой и интересный. То есть мы должны, ну, грубо говоря, доказать, что у нас, ну, та же операционная система, тот же Windows у нас лицензионный. Что мы еще можем? То есть нам нужна Windows, да, то есть операционная система. Нам нужен какой-то тот же самый офис, да, то есть для обработки тех же самых документов. Если у нас что-то, какое-нибудь там проектирование, скажем, и так далее, то есть если мы там, скажем, рисуем там в каком-то там, не знаю, в какой-то программке, которая именно про проектную документацию делает, то ее нужно у нас официально купить, да, то есть все, смотрится та же самая автоматизированная система, техпроцесс, состав программного обеспечения и если у нас программки должны быть, ну, то есть не в свободном доступе, а за деньги покупаются, то мы должны подтвердить, что они у нас легально приобретены. Наличие технической документации, национальных стандартов, то есть, возможно, ГОСТов там и так далее, необходимы для выполнения работ. Опять-таки у нас либо в собственности, либо мы арендуем. И наличие системы производственного контроля, это для сертификации. То есть мы сюда, в принципе, сильного внимания не обращаем. Плюсом сюда же еще нужно, что обязательно требуется, это так называемое защищаемое помещение, которое мы должны предоставить, документы на которые, то есть помещение, аттестованное на соответствие того же самого СТРК, да, документа. То есть это вот, возвращаясь вот к наличию помещения для осуществления лицензированного вида деятельности. По тому набору, так скажем, минимальному, что нам нужно, что требуется у нас, мы чуть-чуть попозже рассмотрим. Итак, сейчас для получения лицензии мы направляем в лицензирующий орган следующие документы. Заявление в соответствии с федеральным законом 99, копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, это то есть копии всех дипломов, копии удостоверений, либо свидетельств о повышении квалификации и так далее. Копии правоустанавливающих документов на помещение, то есть свидетельства на право собственности, то есть если у нас в собственности данное помещение, там написано уже в свидетельстве, что это наша организация имеет это помещение в собственности, либо если там не наше наименование, то есть мы еще дополнительно прикладываем договор аренды, акты приема передачи этого помещения и так далее, и подобные документы. Копии технических паспортов и аттестатов в соответствии на защищаемое помещение, И забегая вперед, сразу на автоматизированную систему тоже нужно. То есть именно техпаспорт и аттестат соответствия, чтобы там было видно, что у нас данные объекты аттестованы. Копия технических паспортов на автоматизированную систему. Причем сюда же еще прикладываются акты классификации, планы размещения ОТСС, ВТСС, аттестат соответствия, сертификатов соответствия на средства защиты информации, которые у нас установлены в нашей автоматизированной системе, а также перечень защищаемых в автоматизированных системах ресурсов и описание технологического процесса. То есть лучше это разбить на отдельные документы, потому что то же самое планы размещения ОТСС, ВТСС. Обычно это идут приложением к тому же самому техпаспорту. Я рекомендую разбить это все по отдельным документам, чтобы по формальным признакам у тех же самых проверяющих не было возможности, так скажем, комплект ваших документов не принять. Поэтому разбиваем и отправляем все это делать кучкой. Копии документов, подтверждающих право соискателя на программке для ЭВМ. То есть тут у нас копии таких документов. Это либо товарно-транспортная накладная, чтобы купили тот же самый офис, Windows и так далее, то есть для работы, то есть прям конкретно коробочную версию. Либо копии, если очень часто сейчас идут так называемые OEM-ные версии, то есть сразу там тот же самый ноутбук покупаете, и в нем сразу все уже установлено. То есть чтобы там было прописано в спецификации, что этот ноутбук сразу был предустановлен в той же самой операционной системе. То есть вот эти все моменты вы каким-то образом доказываете. То есть просто так сфотографировать, как раньше можно было наклеечку, скажем, на корпусе системного блока, то есть вот эту наклеечку Microsoft Windows, потому что он там легальный. Этого недостаточно. То есть именно нужны какие-то бухгалтерские документы. То есть там народ прикладывает и копии договоров на поставку вот этих вот этого программного обеспечения и так далее и тому подобные вещи. То есть чтобы доказать, что оно у нас легально используется. Документы, содержащие сведения о наличии контрольно-измерительного оборудования и так далее и тому подобных вещей. То есть чаще всего делается перечень того контрольно-измерительного оборудования, которое у нас есть. И вообще, в принципе, делается несколько перечней. То есть перечень контрольно-измерительного оборудования, перечень нормативно-методических документов, которые у нас есть, и состав персонала. То есть вот эти три перечня, чтобы, опять-таки, проверяющим было проще. То есть вот эти все данные, они в три таблички, так скажем, формируются, чтобы проверяющий мог с легкостью отслеживать и ставить галочки, что это у нас имеется. Контрольно-измерительное оборудование, контрольно-измерительное испытательное оборудование. Нам необходимо для проведения, в первую очередь, контроля защищенности, то есть именно от утечки по техническим каналам, то есть для анализа, для проверки, как у нас работают те же самые средства защиты, информации именно по техническим каналам. И плюс сюда же мы прикладываем, вот к этой табличке, то есть там расписываем, то есть в каких диапазонах у нас эти средства контроля работают, то есть для чего они используются, да, чтобы было понятно. Тут же мы прикладываем копии документов о поверке, калибровке. Это отдельное, так скажем, требование к контрольно-измерительному оборудованию. То есть его недостаточно просто купить, чтобы оно у вас было, да, то есть там те же самые там селективные нано-вольтметры какие-нибудь там еще, антенки какие-то измерительные и так далее. То есть все нужно раз в год поверить, на самом деле соответствует оно или не соответствует. То есть процедура достаточно, так скажем, трудоемкая, поэтому она стоит денег. Если мы говорим о элементарных каких-то приборах, там, генераторах шума, там, генераторов, вернее, сигналов там и так далее, то есть это все можно поверить, скажем, в местном нашем Омском центре стандартизации метрологии, но есть такие вот специфические вещи, как типа там антенки измерительные там и так далее, какие-то там, может быть, комплексы по измерению акустических сигналов там, что нам требуется. То есть тут у нас Омский ЦСМ нам не поможет и приходится все вот эти вот, всю эту аппаратуру направлять в город Новосибирск. То есть Новосибирский ЦСМ как бы может эти работы проводить, да. То есть поэтому при покупке средств измерений, то есть мы это учитываем, что в принципе у нас еще не так все просто. Так, набор оборудования. Ну давайте, набор оборудования, там есть отдельный перечень в стэк, да, то есть который регламентирует, то есть что нам нужно. Мы его еще рассмотрим чуть-чуть попозже. Итак, к оборудованию мы прикладываем копии документов о поверке в обязательном порядке. Если у нас средства измерения все-таки арендуются, мы прикладываем договор на аренду этого оборудования с актами приема-передачи. Опять-таки обязательно, чтобы мы подтвердили, что мы это оборудование получаем, так скажем, легально. То есть вот это вот еще такой большой пунктик, который вызывает трудности, так скажем. Документы, содержащие сведения об имеющейся технической документации. Опять-таки перечень тех, той документации, которая должна быть у лицензиата, мы его рассмотрим. То есть там и начиная от федеральных законов, каких-то постановлений правительства, которые в открытом доступе. Но есть документы, которые просто так в том же консультате не найдешь. Это документы, имеющие пометочку для служебного пользования. И их нужно каким-то образом доставать. То есть в том же самом можно обратиться в то же самое управление в СТЭК по СФО. Либо в ГНИИ, ПТЗИ, город Воронеж, то есть то же самое подразделение в СТЭК, в котором можно эти документы приобрести. Есть куча ГОСТов, стандартов российских, которых в принципе тоже вы не найдете в том же самом консультанте. И приобретение ГОСТов это тоже опять-таки на ваши плечи же ляжет. То есть ГОСТы, их нельзя просто так скачать с интернета. То есть ГОСТ он должен быть легально у нас приобретен. И сейчас вот есть несколько, так скажем, центров, где можно приобрести вот эти вот ГОСТы. То есть чаще всего я опять-таки рекомендую просто взять ГОСТы в электронном виде. То есть сейчас можно прямо легально купить такой компакт-диск, скажем, на который будут записаны вот эти вот ГОСТы, которые вам нужны для работы. То есть с ними удобно работать в таком плане вот с этими документами. То есть это не бумажный носитель, которым может у вас где-то там потеряться и так далее. Так, ГОСТы. Копии документов, подтверждающих наличие необходимой системы производственного контроля. Это у нас для сертификации, собственно говоря. Вот основные требования. То есть требования, опять-таки, резюмируем. То есть литература должна быть, у нас должны быть люди, у нас должна быть аппаратура, и у нас должны быть защищаемые помещения и автоматизированная система аттестованы для того, чтобы у нас проводить работу, собственно говоря. Ну и сами помещения эти, если у нас мы говорим про ЗП, то есть у нас эти помещения должны быть в собственности, собственно говоря. Ну, либо в долгосрочной какой-то арене. Документы, которые мы все перечислили, заверяются соискателям лицензии. То есть мы тут сами все эти документы заверяем. То есть тут раньше была норма, что нужно документы там нотариально заверять. То есть те же самые там ННН, свидетельство о регистрации, постановки у налогового органа и так далее. То есть сейчас это убрали. То есть мы ставим штампики, там копия верна. Именно печатью нашей организации заверяем, то есть как у нас положено. И все, собственно говоря. На этом постановление правительства практически заканчивается. Единственное, что есть лицензионный контроль, который осуществляет лицензирующий орган в соответствии с федеральным законом о защите прав юридических лиц. То есть как бы сразу можем сказать, что в этом законе федеральном у нас прописано, что проверки лицензиата у нас могут осуществляться планово, но не чаще, чем через три года со дня окончания последней плановой проверки и не чаще одного года после регистрации, собственно говоря, на такой организации в качестве вообще в принципе организации. И третий случай, когда могут проверять опять-таки, то есть когда у нас срок со дня окончания последней плановой проверки, то есть, ну, так скажем, уже истек. Итак, ну, вот эта штучка, это по поводу вообще в принципе плановых проверок, а забегая вперед, в стек у нас, ну, непосредственно по Сибирскому федеральному округу в 2014 году вот проверил 6 организаций, которые имеют лицензию именно на техническую защиту конфиденциальной информации. И потихоньку, полегоньку они начинают проверять эти организации, но если вы посмотрите перечень всех организаций, имеющих лицензию на техническую защиту конфиденциальной информации, которые есть на сайте в стек, там вы увидите, что этих организаций намного больше, так скажем. Прям огромное количество сейчас по стране, эти организации имеют бессрочные лицензии, то есть, и они особо, так скажем, не… Их особо не проверяют, но тем не менее, то есть, в Омске у нас это СКБ, организация, которая вот в этом году, в 2014, так скажем, прошла проверку, в стек приезжала непосредственно, и замечаний к работе выявлено не было в конце концов, да. Это была плановая проверка, но есть еще проверки внеплановые, да, то есть, когда можно по заявлению, по жалобе какой-либо организации, которые некачественно, так скажем, услуги оказаны были, то есть, там вот эта вот неплановая проверка может быть осуществлена в любое, так скажем, время. На сайте в стек представлен, ну, первое, о чем я сказал, реестр лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, вот тут прям первая страничка его, то есть, можно его спокойно скачать, посмотреть, как он выглядит. В этом реестре есть все лицензиаты, но единственное, что этот реестр обновляется не так часто, как хотелось бы, да, то есть, где-то раз в квартал происходит обновление информации о данном, о лицензиатах, так скажем, и можно посмотреть, кто, скажем, на территории нашего субъекта имеет такие лицензии. Я такую выборочку вам сделал, просто ради интереса, кто у нас есть в Омске из лицензиатов, которые имеют лицензии, ЗАО компания Комет, НИИ приборостроения, ЦКБА, то есть, те организации, которые могут выполнять работы, то есть, такие организации, как типа филиал Газпромбанк в городе Омске, то есть, они выполняют работы чисто для себя, и они получали лицензии, то есть, есть просто коммерческие организации, которые именно зарабатывают на этом деньги, а есть организации, которые получали лицензию просто для себя. То есть, вот филиал Газпромбанка можно отнести в ОСКБ, Прайм, удостоверяющий центр БИД, так, кто-то из них, вот, по-моему, БИД, да, то есть, прекратил свое существование, Прайм тоже, что-то я давно о них не слышал уже, каким образом они у нас работают. Казенные учреждения города Омска, УИКТ, так называемые, то есть, они работают чисто на себя, на администрацию города Омска, управление внутренних дел по Омской области тоже чисто на себя работают, Е-портал работает, лаборатория информационной безопасности давно о них не слышал, опять-таки, то есть, ну, где-то там на семинарах они появляются, товарищи, но не знаю, насколько у них успешна деятельность. Управление делами правительства Омской области сейчас переименовано в аппарат губернатора и правительства Омской области и тоже, опять-таки, деятельность осуществляет только для себя. Главное управление информационных технологий связи, так называемый, ГУИД Омской области, который раньше был Минпромом Омской области, деятельность осуществляет, опять-таки, только для себя, Но про ГУИТ могу сразу сказать. То есть лицензия та, которая у них имеется. Они хотят сейчас, опять-таки на заседании Омской областной комиссии по информационной безопасности, которая состоялась буквально у нас 12 ноября этого года, было принято решение о том, что на базе ГУИТа создастся, ну, либо это будет в виде какого-то казенного учреждения, организация будет у нас, так сказать, обеспечивать безопасность, ну, так скажем, проводить работы по аттестации тех же самых ГИСов, СПДНов у органов исполнительной власти Омской области. То есть решение было такое довольно-таки интересное, правильно это я бы сказал. И тот же самый ГУИТ, он уже давно к исполнению этого решения шел. Сейчас посмотрим, как это все будет реализовано. И я надеюсь, что все-таки работы у нас начнутся. Ну, и Газпром, нефть, Омский НПЗ, то есть они тоже там только на себя работают. Так, давайте, знаете, и мы посмотрим, я вам покажу те требования, которые есть к той, во-первых, аппаратуре, которая у нас имеется. Вот сейчас мы вот интересно сможем вот таким вот хитрым образом вот это все дело показать. То есть если вы посмотрите, ну, документ даже из консультанта взят, то есть он официальный вполне, он даже забит в консультант. Ну, на сайте в стеке его, естественно, тоже можно найти. Первый — это перечень того контрольно-измерительного оборудования, который лицензиат, то есть соискатель лицензии на техническую защиту к официальной информации должен иметь. То есть сразу так вот пробежимся по тем требованиям к аппаратуре, которые у нас есть. Вся аппаратура, она у нас берется, вот эти требования берутся из тех методических документов стек, которые действуют на сегодняшний момент. То есть это по контролю от утечки ПМИН, контролю акустической информации именно по утечке из помещений и так далее. То есть вот такие вот моментики. Генераторы шумовых сигналов именно акустические, то есть диапазон, вот тут, так скажем, акустический диапазон. Низкочастотные генераторы, усилители мощности, акустические излучатели, то есть колоночки. То есть тут сразу же обратите внимание, идут требования в тех диапазонах, в которых должна эта аппаратура работать. И, что самое главное, вот эти вот пунктики, это то, в чем, по каким видам работы, собственно говоря, это оборудование нам нужно в обязательном порядке. Измерители шума, шумомеры, вот это вот все, что касается у нас чистой акустики, которая используется для замеров, ну так скажем, звукоизолирующих свойств помещений, защищаемых помещений. Дальше. Селективные микровольтметры от 9 кГц до 1 гигагерца в частотном диапазоне работающие, то есть тут у нас уже пошли побочные электромагнитные 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 электромагнитные. То есть тут все в перемешку. Если измерительный микрофон, опять-таки, для той же самой акустики нужен, измерительные антенны у нас нужны для пейминов. Вибродатчики, измерительные пробники, полосовые октавные фильтры, осциллографы, оптические тестеры. То есть оптические тестеры непосредственно для оценки защищенности оптических линий связи используются, то есть так называемые в оптике. Рефлитометры, то есть туда же программные средства формирования и контроля доступа полномочий, то есть это так называемые фиксы, терьеры, ревизоры, то есть вот комплектиком идут средства статического анализа исходных кодов. Это у нас все уходит в сертификацию. Нам это не сильно интересно. Это можно пролистнуть. Автоматические средства, автоматизированное проектирование, вот то, что если мы занимаемся проектной документацией, и средства контроля остаточной информации на носителе, то есть так называемые, то есть опять-таки в наборе фиксов, ревизоров, терьеров, все, что у нас используется. Ну и расшифровка, то есть что мы для каких видов работ, собственно говоря, какие технические средства должны использовать. Вот такая вот замечательная штучка есть. То есть вот это вот можете на сайте в стек опять-таки или в консультанте найти данные перечень контроля измерительной аппаратуры. Что у нас по аппаратурке можно, так скажем, резюмировать. То есть те диапазоны, которые тут указаны, те антенны, которые должны быть, те же самые генераторы шума и шумомеры, они, так скажем, не сильно дорого стоят. И вот этот весь набор аппаратуры можно приобрести, ну где-то так до миллиона рублей, так скажем. То есть можно взять бэушное, можно взять какое-то старое еще СССРовское производство, какие-то вот эти вот приборчики, которые будут у вас работать. То есть есть целый рынок вот этого бэушного оборудования так называемого. И тогда можно уложиться там где-то там тысяч в 300-500, грубо говоря, чтобы вот это все дело приобрести. Не такие большие деньги, но опять-таки у многих организаций, которые начинают заниматься и хотят заниматься технической защитной информации, даже этого набора нет. Поэтому вот эти вот организации идут, так скажем, по организациям города, где можно арендовать данную аппаратуру. То есть берется, составляется договор аренды, но сразу могу сказать, да, то есть если это договор аренды между, скажем, вашей организацией и каким-нибудь заводом оборонным, да, то есть в котором это оборудование используется чисто там для каких-то своих целей, то это одно. А если мы берем оборудование и в аренду берем его у другого лицензиата, то есть тут вопрос у ВСТЭК уже… ВСТЭК начинает задавать вопрос вот этому самому лицензиату, у которого вы взяли оборудование. К лицензионным документам, ко всем, которым мы в этой заявке, направляется первая копия этого договора на аренду, а второе акт приема передачи оборудования, да. И, соответственно, в ВСТЭКе вот те товарищи, которые анализируют документы, они сразу смотрят, ага, договорчик есть, акт приема передачи оборудования есть, сразу же звоночек этому лицензиату делается, и спрашиваешься, задается такой простой вопрос. Товарищи, вот вы оборудование имели, сейчас вы его отдали в аренду, да. То есть акт передачи у нас есть. То есть, соответственно, вы сами уже, вот тот лицензиат, который до этого был лицензиатом, вы сейчас этого оборудования не имеете, мы вашу лицензию, собственно говоря, аннулируем. На том основании, что вы не соответствуете требованиям, которые приемляются к лицензиату. И сейчас вот такие вот фокусы, так скажем, не сильно хорошо проходят, то есть тут поэтому нужно иметь в виду вот эти вот нюансы. То есть сейчас в стек очень так негативно относятся вот как раз вот к этим костюмам всем. И вот этот вопрос по поверкам оборудования, то есть тоже там порядка, так скажем, 50-100 тысяч нужно ежегодно выкладывать чисто на поверку этого оборудования. То есть тоже сумма довольно-таки приличная, особенно для небольших организаций. То есть поэтому у нас организации, которые имеют лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации, их и не так много, так скажем, по тому же самому городу Омску. Следующий документ, который я бы хотел вам показать, это перечень необходимой литературы, то есть нормативно-методических документов, который, собственно говоря, у нас используется. Вот он у нас выскочил, опять-таки, тоже 2012 года. Документ есть и в консультанте, и везде во всех справочных информационных системах, в том числе на сайте в стек. И здесь расписано, какие документы, то есть там положения, руководящие документы, то есть что должно быть непосредственно по каждому из видов деятельности у вас в наличии. То есть большинство документов, они есть в тех же самых информационных системах, типа консультантов, гарантов там и так далее. Все это без проблем берется. Единственная загвоздка, это первое в ДСПшных документах, в новых ГОСТах по аттестации, в том же самом СТРК, в той же самой, так скажем, в том же самом перечне угроз, которые существуют, базовая модель угроз для СПДН, так называемая. То есть потому что документ основной-то у нас ДСПшный, а на сайте представлена только выписка, да, то есть у которой там ДСП на пометочках снята, то есть оригинал-то ДСПшный вам нужно все равно докупить. То есть поэтому нужно внимательно посмотреть эти вещи, все ГОСТы заказать, которые тут перечислены, опять-таки, чтобы они в обязательном порядке у вас были в наличии. Подтверждение наличия, опять-таки, этих документов, то есть это является какой-нибудь договор приобретения данных-данных документов, то есть там с приложением того же, той же самой товарно-транспортной накладной, что вы их имеете в собственности. Количество документов, как вы видите, достаточно большое, целых 117 позиций, да, то есть, ну, плюс еще сюда же не включены новые ГОСТы, то есть их нужно определенным образом дописать, то есть потому что документы 12-го года, а в 12-13 году еще дополнительные документы выходили, в том числе здесь нету тех же самых приказов и 17-го, и 21-го приказа в СТЭК, да, то есть, соответственно, тут надо вот это все дело пересмотреть, модернизировать и каким-то образом учесть в своей работе. И третий документ, который я бы вам хотел показать, это на сайте в СТЭК есть так называемые информационное сообщение в СТЭК, вот оно свеженькое, оно 14-го года у нас, информационное сообщение, в котором говорится, какие типичные ошибки допускаются соискателями лицензии, потому что, ну, в СТЭК, если честно, устал уже, так скажем, обратно документы отправлять соискателям лицензии с теми ошибками, которые есть, и они выпустили вот такой вот документик, такие вот разъяснения, так скажем, в котором указали, что нужно конкретно отправлять, написали телефончики, по которым можно звонить, так скажем, да, то есть в какие управления, с какого времени, по вторникам, четвергам, телефон в том числе СТЭК по Сибирскому федеральному округу, вот давайте посмотрим, 203-54-10, на самом деле телефончик уже поменялся, сейчас я вам даже могу сказать, на какой можете его исправить, потому что 264-00-85, 264-00-85, просто вот тот пятый отдел, который, телефон которого был приведен, да, они переехали сейчас по другому адресу, поэтому телефончик у них сейчас поменялся, то есть вот в том информационном сообщении от весны 2014 года, то есть, собственно говоря, это пока еще информация… Это по всем вопросам, которые касаются, ну, вот телефоны и так далее, вот эти вот все моменты, их можно у нас подчеркнуть на сайте того же самого СТЭК, то есть там есть телефоны, ну, по Сибирскому федеральному округу там просто телефон приемный, да, указан, то есть можно позвонить, ну, дежурного, то есть можно позвонить дежурному по СТЭК и уточнить номер телефона по конкретному вопросу, то есть будь то приобретение каких-то ДСПшных нормативных документов, либо еще каких-либо вещей. Вот таким вот образом у нас выглядит система, так скажем, лицензирования, получения лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации. Я думаю, что здесь предельно все понятно, ну, будут вопросы, телефончики здесь указаны, по которым можно, собственно говоря, обратиться. На этом пока все, до свидания, можно…